Ну вот еще до официального открытия игр, там уже установлен мировой рекорд. Отличился лучник из Южной Кореи Ким Учжин. 72 стрелы и 700 очков. Это еще только квалификация. И около двух часов назад стало точно понятно, кто не будет зажигать огонь Олимпиады на церемонии. Здоровью все-таки не позволило звезде футбола Пеле. Хотя 75-летний бразилец заслужил как никто, Международный Олимпийский комитет еще в 99-м году объявил его спортсменом столетия. Хотя Пеле ни разу в Олимпиадах не участвовал. Факел сейчас все ближе к стадиону Мараккана. Об атмосфере в Рио-де-Жанейро Тимур Сиразиев. Обжигающее дыхание Олимпиады! Огонь! Рио горит не только в этом факеле, но и в сердцах миллионов болельщиков. Отличное настроение не только у болельщиков и местных жителей. Сегодня российская сборная воспрянула духом. Нервничал даже самый опытный спортсмен, наш знаменосец, волейболист Сергей Тетюхин. Конечно, это камень, такой определенный, с плеч упал и все намного сейчас. Наконец-то, сегодня уже можно праздновать такое, как праздник, да, сегодня большой, открытие Олимпийских игр. Там у кого-то первые, у кого-то очередные там. Вот, и поэтому мы со спокойной душой можем уже не переживая и готовиться полноценно уже к началу, уже к стартам. Мечта любого мужчины побывать на пляжном женском волейболе, особенно здесь, в Рио-де-Жанейро. У нас же с вами есть уникальная возможность насладиться игрой наших спортсменок, пока идет тренировка. Вот они, Евгения Уколова и Екатерина Берлова. Сейчас тренируются спортсменами из другой команды. Солнце не очень жаркое, градусов 20-25, поэтому играть в принципе приятно, ветра никакого нет. С другой стороны, прямо слева от меня, океан, Атлантический океан. Я прошу оператора показать. Вот вы, наверное, сейчас видите только полоску, горизонт, потому что специально для того, чтобы не было сильного ветра здесь, где мы сейчас находимся, построили защитный ров, и поэтому здесь очень комфортно. Тренировка проходит под присмотром вооруженных автоматчиков. Безопасность превыше всего. Наши девушки сосредоточены. Небольшой перерыв и снова на площадку. Вместо положенных часа 30 отработали два. Силы есть, несмотря на все переживания. По словам Екатерины, накануне она внимательно следила за новостями. Когда узнали, какие были первые чувства, эмоции? Ну, конечно, радость и желание всем доказать, что мы сильнее и будем сражаться за тех, даже кого не допустили. А после радостных новостей настрой только на игру, говорит главный тренер команды Георгий Режнов. По его словам, девушки готовы на 100%, но будет тяжело. Бразильянки в пляжном волейболе одни из лучших. Летом у нас Grand Slam здесь был, большой шлем. Тогда было совсем тяжело, там 40 градусов было, к большому счету. Поэтому, ну, думаю, что сейчас будет в эмоциональном плане, может быть, тяжелее, потому что такой стадион и их поддержка, трибун, как бы, будет. Я думаю, что они, конечно, не в нашу пользу, но будем стараться. Местные жители гостям рады. Все болельщики говорят на одном языке. Обратите внимание, он не понимает по-русски, я не понимаю по-португальски, но, тем не менее, мы общаемся. В этом, наверное, и есть объединительная сила Олимпиады, так? Окей, окей, Олимпиада 2016. Еще немного, и весь мир будет с замиранием сердца ждать новостей из Рио. Пока есть время, болельщики наслаждаются Бразилией. На этом празднике спорта. Все громче звучит и наша речь. Здесь сейчас рядом с нами волонтеры из России. И вы слышите, видите, российский флаг, российский триколор кругом здесь. Как настроены девушки? Отличные! Я живу в Бразилии, но вообще-то я жила в Сибири. И я хочу сказать всем русским, добро пожаловать в Рио. Волонтеры не меньше спортсменов переживают за нашу сборную. И, конечно, накануне вздохнули с облегчением. Ведь Олимпиаду с нетерпением ждали не один год. Мы не сомневались, что так оно и будет. Потому что должна справедливость была восторжествовать. Их мало, но они из России. Здесь, на другом конце земного шара, болельщики обещают устроить российским спортсменам по-настоящему жаркий прием. Откуда вы? А, я живу в Индорезии. Я живу в Америке. И мы приехали сюда специально в Рио-де-Жанейрис болеть за нашу команду. Вот сегодня мы общались с нашими волейболистами пляжными. Их тренер сказал, что будут болеть все за Бразилию. И они переживают, что не будет слышен голод российских болельщиков. Конечно, будет слышен. Одна страна, одна команда! Тимур Сиразиев, Юлия Заграничного, Роман Хроленко, Никита Чупин, Первый канал, Бразилия. Церемония открытия 31-х летних Олимпийских игр в Бразилии покажет Первый канал. Смотрите завтра, сразу после утреннего выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова